всем привет я вчера уже для вас ничего не снимала у нас будет следующий день как вы поняли сегодня мы сейчас с сашей позавтракали с ромой ромашка мой дома он 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 сидит смотрит гумбера игрушки с утра тут нас папой заставил принести ему в общем разбор игрушек был спали мы конечно не очень но сейчас тетя тихо ему получше слава богу температуре вчера вечером я им таблеточки давала выпил сейчас уже более-менее сейчас посмотрим кто-то пришел посылку на принесли ричи ну что ты тут лазишь сатричем вазе где пакет поставил на пакет посылка ходила за посылкой посылки писали в общем соседям там и саше прислали но не мне в общем я думала моя я если там немножко косметики заказала нет не моя что еще у меня же не по плану столько дел еще вернее как по плану сейчас саша саша должен был вообще во вторую смену идти на работу но он не сказал что ему смену поменялись только сейчас вот когда ему надо было во вторую выходить я вообще-то дам ночью дом а ну понятно я говорю тогда съезжу в русский магазин грудь и я потом пойду в подвал своими делами заниматься в общем у меня тут на кухне помидорки еще стоять те которые еды ли покупала хочу сделать фантомасик я его так еще не сделала мяско достала разморожу размораживаю вернее хочу супчик с фарикадельками ромашки сделано скажи привет ребята всем привет что ты мне покажешь потом какой ангриотеку прохождения вам большой который я сзади вылезь волосы а вот это Я не знаю, ты мне потом его покажешь, и мы вместе купим, хорошо? Да, ну можно? Купим, конечно. Только не сейчас, да? Какие магазины? В Ютубе, в интернете посмотрим, и потом найдем. В общем, Сашка у меня, как я сказала, теперь во вторую ночь пойдет, а у меня пока есть время, и я быстренько съезжу в русский магазин. У меня есть там кое-какие дела. Ну, вернее, ну, нужно кое-что сделать, к подружке съездить. И плюс я там заодно посмотрю себе, я же так не купила, я хочу какие-нибудь паштетики, там что-нибудь такое, чтобы, ну, на перекусы и взять там крабовые палочки. Ну, в общем, что куплю, я вам покажу потом. Так что едем, возьму вас с собой. Поэтому, а, я еще хотела сегодня что сделать, винегрет я хотела еще сделать. Ни разу не делала винегрет. Когда-то, может быть, давно где-то я делала его. Ну, если честно, я даже не помню, что я его делала. Ну, в общем, что-то мне захотелось, думаю, дай-ка я сделаю винегрет. Хочу сделать сегодня, попробовать себе винегрет. Вот так. Ну, это будет позже. Сейчас едем с вами, как сказала, в русский. Так, ну что, на улице у нас сегодня солнышко даже. Тепленько, хорошо. Что-то мне куртка вся в тоналке. Хотя я сильно не мажусь, но... Что-то... Вернее, жилетка. Едем в русский. Миллионный раз вам говорю, что мы едем в русский. В общем, поставила машину не на свою парковку вчера. Тут соседка у нас... Как это назвать-то? Мебель выкидывали. В общем, должны были забирать. И с той стороны она говорит, поставьте на мою парковку. В общем, не на своей парковке. И так как-то непривычно такое ощущение. Как бы машина вот так как-то стоит. Но она здесь немножко, такая парковка вниз. Так, ну что, увидимся с вами уже. Давайте там, в русском. Все, я приехала. Ой, у меня здесь совсем не солнечно. Это вообще не солнечно. Ну ладно. Сейчас побыстренько возьму все и пойдем. Так. Так, так, так. Машина закрылась. Ну что, я уже дома. Не стала вам там ничего снимать. Встретила в магазине маму, свекровь с тетей Сашиной. Тоже закупались. В общем, с ними немножко там поболтала. Девчонок встретила в русском магазине. Роман, мне не надо это делать. Пожалуйста. Своей подушкой-пердушкой. В общем, поболтала со всеми по чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть. Что-то кривовато. Ну так. Ну и домой. А на улице у нас такой, знаете, поднялся немножко ветерок. И я не стала ничего снимать. Потому что, ну, в общем, ветер. Думаю, не буду потом будет шуметь это все. Что купила? Покажу вам сейчас. Купила лапшу. Юм-юм. Китайская лапша. Вот это доширак. Кто как ее называет. В общем, куриную вот такую целую упаковку. Здесь, по-моему, 30 штук. Если я не ошибаюсь. Сейчас экструдаю. Да, 30 штук. Да. 60 грамм. Это 30 штук. 30 штук. Стоила она 14,95, по-моему. Если я не ошибаюсь. У нас еще есть начатое. Но я взяла еще. Пускай она будет про запас. Потому что ее не всегда она бывает. Поэтому я взяла. Что еще взяла? Сегодня у нас в Ангиботе была со скидкой, вернее, по акции. Была гречка. Выпусница вот эта вот. Была 2 с копейками. Сейчас я найду чек. Я вам тогда скажу. Могу тогда говорить цены. Сейчас я найду его. Быстренько. У меня где-то там... Я его закинула специально. Чтобы можно было вам потом сказать все цены. У меня тут Роман помощник, да? Иди ко мне. Поздоровайся с ребятами. Или ты здоровался сегодня уже? Возможно, помнишь. Здоровался. Поздоровался? Ну и все равно. Так ко мне. Пойдем. Будешь помогать? Вставай сюда. Помогай. В общем, 2,59 она сейчас стоит. Я взяла ящичек. Вот такой. Здесь 8 штук было. Ну, я поделилась с мамой. Мама встретила там свекровь. Ну, и поделилась с ней. В общем, ей 2-4 штучки. И мне 4 штучки. Пускай будет. В общем, пока есть, нужно брать. Так, взяла. Сначала не хотела. А потом, в общем, мне сказали, бери. Я говорю, ну ладно. Взяла, в общем. А этот, сейчас я вам скажу, сколько он стоил. Нобер. 18,49 он стоил. Или, подождите. Да. Он был 18,49. А что это, 12? А, это мясо. В общем, лапша по 18,49. Это 2,59. Дальше идем. Что я еще взяла? Я взяла капусту. Я не знаю, ее можно посолить. Нет? Она такая грубая, да? Но я думаю, наверное, можно. Почему бы и нет, да? Попробую. Просто она, наверное, будет дольше просаливаться. Хочу попробовать. Потому что последний раз, когда я солила, мне прям ушла. Но у нас только так. Мне прям очень понравилось. Поэтому взяла. Стоим про килограмм капуста. Сейчас я найду ее. Давай, сколько тебе она? А, вот она. 79 за килограмм. Здесь у меня почти 5 килограмм. 3,76 заплатила за нее. Вот так вот. Что еще взяла? Давайте дальше пойдем. Взяла. Горох тоже отжитница вот такой. 1,69 он стоил за 800 грамм. Хочу гороховый супчик. Подписчики, кстати. Вика, тебе привет. Меня раздразнили своим гороховым супчиком. Я теперь думаю, тоже, наверное... Но не сегодня. Сегодня я обещала Роману сделать с фрикадельками. Так что будем с фрикадельками есть суп. А этот как-нибудь на днях. Или сделаю себе пирешку. Тоже гороховую. Тоже вкусная. Я очень люблю. У нас никто не ест, кроме меня, гороховую пирешку. А в мультиварке она легко делается. Быстро, легко, вкусно. Так, дальше идем. Ну, давайте дальше. По порядку. Взяла вот такие вот эти. Я их обожаю. Но мне сейчас их нельзя. У меня их ест Рома. Я им маслицем. Или так. В общем, булки такие вкуснючие. Ром, можешь булочку вот такую? Вкусную. Мягенькая, вкусненькая. Помнишь, ты такое любишь? Хочешь кусочек? Свежая, пахнет вкусно. Курточек тебе. Я для тебя, собственно, ее и купила. Потому что в прошлый раз мы ее купили. Он практически целый кружок сам съел. Вкусная, да? Кушай. В общем, вот такую булочку купила. Два кружочка вот этих. Потом взяла рыбку. Как она по-русски называется? Сейчас я вам скажу. Вспомнить макреле. Это по-немецки, по-моему. О, у нас дождь пошел. В общем, не помню, забыла. У меня из головы вылетела вот эта вот рыбка копчененькая. Взяла одну штучку. Не стала много брать. Нам с Сашей хватит. Потому что пацаны не очень. Ну, Давид может, если я ему почищу от костей. Он не любит с костями возиться. Если я ему почищу, то он ее поест. А так он ее не ест. И я взяла ее. В общем, получается 10-15 стоит килограмм. А вот эта вот штучка вышла мне на 4,16. Одна рыбеха, так сказать. Дальше взяла мясо суповое, говядину. Получается 7,79 за килограмм стоит. Я взяла, ну сколько, на 12,64. Вот тут у нас стоит, видите. Суповая хорошая говядинка. Я всегда там беру суповую. Когда попадаю в русский магазин, я беру суповую там. Потому что, ну, супчики у нас в основном идут на говядине. Ну, или на курочке суповой. Да, я вижу, что у нас сильный. Сейчас Давид попадет у нас под дождь, получается. Он должен сейчас как раз прийти. У него автобус должен приехать. А вот он как раз, наверное. Папуля, открывай быстрее, там дождь. Сейчас я открою. Сына пришел точно. Только вспомнила про него. Что еще купила? Давай, ну, по порядку буду. Редисочку взяла. Не знаю, сколько. Но что-то он такой скромненький пучочек был. Потом петрушечку взяла. Петрушка, сейчас я посмотрю, сколько стоит. 1,79. Привет, Сен. Привет. Че, как дела? Не промок? Не. Успел? Не. Че? Чуть-чуть? Пошел. А, утром? И че? Ну, и к смакуну столько. Тогда можно успеть вам. Да? Сейчас я доснимаю быстро, потом это расскажу, ладно? А? Подожди. Что это? Что это? Я думаю, что я доснимаю. А, что? Это ты сделал для кого? Повешивать или что? А? Секунд. И мы должны поднимать. А, Коль. Классно. Курс. Смотрите, что Давид сделал на этом. Искусство. Искусство это называется? Да. В общем, вышивал. Прикольно. Можно разукрасить и повешать на стенку, да? Смотри, какая. Класс. Да? Давид сделал, да? И что, получил за это? Хорошо, начинал. Не поставили еще там? Нет. Классно, прикольно. Это кто? Из мультика, да, какой-то? Ага. Идите, давай. Так, дальше. Вот такую вот рыбку взяла. Такие полосочки, знаете, от рыбки вот. Они стоят 31,99 за килограмм. Я на 4,54 взяла. У меня и Давидка любит, и мы с Сашей едим такую рыбку, в общем. Поэтому взяла. Дальше что взяла? Вестуэсен. Так, дальше что у нас? Огурчики вот такие, 4,59 они стоили. Мини-гурки за килограмм взяла. Потом взяла творог, из которого я сыр делала. Девочки многие спрашивали, где он продается, где его можно купить этот творог. Вот так он выглядит. Я покупаю в Миксмарте. Я не знаю, может быть, в других магазинах русских тоже он есть, может, хозяин или еще. В общем, не принципиально, чтобы этот творог, да, был. Я единственное, что я знаю, что из него точно получается. Вот если он домашний, хороший, без всякой химии, то должен получиться. Ну и вот эти вот, которые мы кружками, да, покупаем, из него не получается. Не знаю почему. Ну, в общем, нужно, чтобы он был, видимо, какой-то без всякой химии или что, я не знаю. Вот если я его посыпал солью, ой, солью, содой, и он начал плавиться, тогда из него 100% получится сыр. С другого он просто, знаете, он не будет плавиться, он просто останется таким каким-то. В общем, уже испытано. Из этого точно получается. Знаю точно, девчонки, если будете делать, ну и мальчишки, если вдруг захотите сделать, повторить, да, этот рецепт, что получается вот из этой милочки, из этого творога, то точно получается, что это 100%. Потому что, ну, вообще, это рецепт свекрови, да, что или она где-то нашла, ну, она мне его дала, и получается из него классный сыр. Мы его, кстати, съели сразу же, практически. Очень вкусный получается. И все равно, какой процент жирности. Вот этот творог 600 грамм здесь, две я купила, и он стоил 3, 3, 3, 3, сейчас я вам скажу, сколько. Найду только. 3,85 он стоил, вот этот творог, подорожал тоже, кстати. Раньше он был дешевле. Дальше, что еще я купила? Вот такой вот сырок. Вот эти попки, обрезки мы очень любим. Потом, что еще взяла? Вот такую вот намазку с лосося. Какие-то наподобие я брала, вот эту не знаю, брала, не брала. Уже давно, в общем, их не брала, поэтому взяла. Во всяком случае, Саша у меня такое ест. Если мне не понравится, то Сашка съест, он на хлебушек мажет такое. Так, дальше. Вот такой вот, собственно, зачем я ездила? Я хотела шпротный паштет. Вот, три штучки взяла, 3,15, по-моему, или 3,19, 3,15, по-моему, он стоил 3 штуки. Да, 3,15, 3 штуки. Потом еще что я взяла? Я взяла вот еще, что я хотела. В прошлый раз я взяла печень трески паштет. Я брала просто печень трески и паштет первый раз взяла, попробовала. И, кстати, он зашел и мне, и Саше. Улетела. В общем, взяла вот 4 штучки. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Вкусный очень. Так что рекомендую. Берите. Вкусненький. Но стоил он 2... Сейчас я найду цену. 2 с чем-то он стоил. Где, 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 где? Не вижу пока. Подождите. 2,15 или что-то такое сейчас? Ну, сколько уже ждать? Что ты ждешь, Роман? Ну, я хочу уже смотреть. Кого? Да, Ютуб. Подожди. А, 2,09. Все, нашла. 2,09. Потом взяла еще рисовую муку. Вот. 5 штук взяла. Они по 99 центов там. Она, вернее, 400 грамм в этой пачке. Я взяла 5 штук сразу. У меня, кстати, спрашивали в комментариях, неужели рисовая мука... А, неужели рисовая мука не калорийная? Она калорийная, но не такая калорийная, как белая, да? Поэтому лучше есть с рисовой. Ну, как, если кто-то придерживается. Я никого не призываю и не заставляю. Ну, мне, по крайней мере, так она... Я, в общем, я ее ем. Вот так. Так, дальше, что еще? Ребеночка. Ребеночка печенечка. Печенечка. Ребеночку. Хочешь? Боишь или булку будешь? Давай булку отломай. На. Ну, на. Там две. Иди, Давид, поделись. Одну Давид, тебе. Одну тебе. Давай. Одну брату, одну тебе. Давай. Раньше Ромке говорили, только одну бери, или конфеты, или еще что-нибудь. А он говорил, а ну, а ну, одно, одно. В общем, вот так вот по одной. Так, что еще? Черная редька. Дальше, что я еще делаю? Здесь вот, ну, уже здесь остат. Крабовые палочки. Те, которые я хотела, их не было. Взяла вот эти. Надеюсь, они будут нормальные. Потому что последнее время что-то крабовые палочки мне не везет. Они какие-то не вкусные. Так, и, собственно, что еще? Айран. Айран. Три штуки. О, 65 центов он, по-моему. Если я не ошибаюсь. Айран, где Айран у нас? Айран. 75 центов. Все, это вся моя закупка. Заплатила я за все 105,91. Вот тут внизу, кому интересно. Все, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видео. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте лайк. Да, на Ромин канал. И пока-пока. Пока-пока. Говори пока. Пока. Пока-пока. Все? Угу. Ну, стой, стой. Я сейчас возьму телескоп. Аккуратно, не упади только. Давай, нажимай. Вот все, что я купила. Так вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok